Вот эта уникальная личина. Выбита на камне за две с лишним тысячи лет до Рождества Христова. Плита размерами примерно метр на метр с изображением мифического божества. По мнению отных археологов, хорошо знакомых с искусством окуневской культуры, такой рисунок древний человек мог выбить за сутки двое. Использовал как каменное орудие, так и первое бронзовое зубило. Курган относится к эпохе ранней бронзы, датируется 22-20 веками до нашей эры. Часто мы их находим, но больше всего они фрагментированы. А здесь плита сохранилась фактически полностью. Это практически полное изображение окуневского божества. Причем сама плита использовалась несколько раз, потому что на ней несколько последовательных рисунков. Тут есть, по крайней мере, две группы быков, выбитых первоначально на этой плите. Потом они были затерты, и только после этого было сделано изображение божества. Проведены какие-то ритуалы, а сама плита была помещена в погребение. Археологи не скрывают своей радости. Не каждая экспедиция приносит такой результат. Фактически, это каменная икона, и по ней можно проводить дальнейшие исследования, например, по системе верования наших предков. Это удача. Это, так скажем, экспозиционный экземпляр, который не стыдно поставить в любой мировой музей. А Эрмитаж заберет с руками. Я думаю, и Лувр не откажется от подобных экспонатов. Археолог с огромным стажем Игорь Лазаретов и увидел камень с рисунком среди множества других плит, откопанных волонтерами Русского географического общества. У них, как говорится, пока глаз не набит на такие вещи. Хотя многие волонтеры и сами делали интересные находки. Я копала здесь в прошлом году. Вот этот курган мы как раз докапываем. Находили могилы, находили горшки в них, игольницы. Множество интересных находок, еще не изученных, не объясненных. Ну и, конечно, скрывали большую, самую центральную могилу. Куча бисера, курильница и множество других интересных вещей. Ольга Селикова перешла на четвертый курс ведущего пединститута страны РГПУ имени Герцена. Волонтер со стажем. Как и большинство участников экспедиции, студентов из многих регионов страны. Это становится хобби. И чтобы летом чем-то заниматься, не просто сидеть дома и гнить в комнате. Почему бы и не поехать, и не поработать. Тем более, очень много интересного можно найти и узнать. Волонтерство – это бесплатная работа. И мы получаем большой шанс путешествовать по всей стране. То бишь, билеты РГПУ оплачивает для нас. И мы можем встретиться со своими друзьями, с другими волонтерами. У нас целая группа состоит в гудсерфинге. И то бишь, мы ходим, общаемся по всей стране в разных археологических, не только археологических, и в других экспедициях работаем. Русское географическое общество берет на себя значительную часть расходов на проведение экспедиции и дает возможность археологам копать самые интересные в научном плане курганы, а не только те, которые попадают в зону будущих дорог или угольных разрезов. Без такого финансирования до древнего могильного поля возле озера Иткуль очередь бы дошла очень нескоро. Здесь было небольшое афанасьевское кладбище, порядка восьми курганов, которые мы тоже несколько уже исследовали. И позднее пришли представители окунинской культуры, новый народ, который начал строить свои курганы, а иногда в некоторых случаях даже перестраивать афанасьевские для своих целей и впускать в них свои могилы, хранить своих покойников, уже существующие курганы более древние. Ну и на этом все не закончилась история. Потом в эпоху поздней бронз здесь появилась новая группа населения, условно называемая карасукской культурой, которая здесь тоже строили свои курганы вокруг и тоже так же взаимодействовали на этой площадке, на одном мультикультурном могильнике. Одну из окуневских могил, обложенных плетником, археологи вскрыли при нас. В ней были похоронены два ребенка, а всего на участке 40 на 40 метров найдено более двух десятков захоронений, плюс с северо-восточной стороны поминальник. То есть место, куда соплеменники приходили общаться со своими умершими родственниками. Кстати, по мнению ученых, кладбище здесь появилось не случайно. Небольшая возвышенность находится недалеко от вероятных поселений на берегу озера Иткуль. Там, кстати, расположен палаточный лагерь археологов. Быт, как говорится, не для изнеженных городских барышень. На самом деле, жить в палатках – это же такая романтика. Вот когда еще так выберетесь на целый месяц в палатке на берегу Иткуля? Тем более, это заповедный край. Мне кажется, это очень интересный опыт. Археологический сезон завершится ближе к осени. И объект Иткуль-2, так он официально называется в научных каталогах, может принести еще много интересных находок. Виктор Лушников, Владимир Филипповский. Вести Хакасия. События недели.